А за убиение дают хороший, приличный срок. Овечка что же кушать хочет, живое существо? Что это они в субботу срывают колоссия? Все, прошлый мир уйдет. Всем привет, это подкаст «Книга книг», меня зовут Владимир Шевчишин, и сегодня у меня в гостях Юрий Волобоев. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос, который я хочу вам задать. Некоторые утверждают, что суббота уже не нужна людям, спасенным по благодати. Другие отмечают произвольно, один день в неделю, не рассуждая о заповеди Божьей. А третьи заявляют, что Христос отменил заповеди Божьи, включая и заповедь о субботе. Какие упоминания о субботе есть в Ветхом Завете? Самое главное упоминание о субботе записано в исходе книга «Исход», 20 глава. Это 10 заповедей, которые Господь вручил Моисею на горе. И там 4 заповедь так и гласит. «Помни день субботний, чтобы светить его». Я считаю, что это достаточно? Пусть будет так. Потому что много у пророков, у Исаии и так далее. Но это заповедь, данная самим Богом, Моисею, израильскому народу, а в их лице и всем нам, людям, которые веруют в Бога. Изменил ли Бог или отменил ли Бог закон? Нет. Потому что если бы Господь отменил закон, то тогда вполне нормально можно было бы кого-нибудь прирезать, чего-нибудь бы украсть, ну или направо-налево прелюбодействовать, то есть нарушать обед супружеский. Ну или блудить, если вообще не замужем, не женат. Но мы же понимаем, что это все-таки какие-то девиации в человеческом поведении, которые требуют изменения. За воровство людей светские власти сажают в тюрьму, а за убиение дают хороший приличный срок. Поэтому ничего не поменялось, заповеди остались. Если нельзя убивать, воровать, прелюбодействовать, лжесвидетельствовать, то, наверное, нельзя, как мы понимаем, и не соблюдать день субботний. Все, 10, все 10 остались как есть. А почему субботу соблюдали вот именно евреи? Может быть, это постановление существовало только для них? Потому что мы не находим, например, другую какую-то книгу, где тоже Бог так открывался и говорил, вот только субботу соблюдайте. Мы находим это только в Библии, только у евреев? Ну, наверное, все-таки есть и в других религиях, имеется в виду языческих древних. То есть вероятность была, что Бог открывался и другим народам и говорил про субботу? Ну, вот вопрос, наверное, такой очень серьезный, глубокий, потому что все-таки у языческих народов тоже есть день поклонения, день как бы их посвящения своим богам языческим. Поэтому без этого никуда. Скорее всего, день, который мы называем сегодня воскресенье, ну, так в английском, в немецком, этот день связан с Днем Солнца. Так или иначе, он мог рассматриваться язычниками как основной день поклонения. Но, видите, мы же не язычники, мы же не поклоняемся твари, творению. Например, древнеегипетские, например, те же греческие религии говорили о поклонении Солнцу и так далее. То есть за их божествами стоял некое небесное светило. Мы как бы говорим, нет этого, потому что это творение, Бог сотворил небо, землю, солнце, луна и так далее. А вот есть Бог, сотворивший вот это все мироздание, а Он говорит о Субботе. И поэтому мы поклоняемся Богу, сотворившему небо и землю, и вполне себе послушные Его заповеди, где Он говорит, помни день Субботний, чтобы светить. А что говорится о Субботе в Новом Завете? Каким было отношение Христа к Субботе? Во-первых, мы читаем, что по обыкновению своему Иисус был в синагоге в день Субботний. То есть действительно в каждую Субботу находится среди верующих людей, потому что есть служение, есть поклонение Богу. А есть очень интересный текст в Новом Завете, Евангелие от Матфея. «Сын человеческий есть Господин из Суббота», написано. То есть Сын человеческий имеется в виду Иисус Христос. Он под этим именем в Евангелии от Матфея. Но Он является и Господином Суббота, означает, что Он вправе устанавливать какие-то законы, соблюдающие день Субботний. Почему Иисуса Христа обвиняли в нарушении Субботы? Иисуса Христа не обвиняли в нарушении Субботы, но Иисуса Христа обвиняли в том, что Он некоторые правила, так скажем, духовные элиты Его времени не поддерживал. В частности, люди считали, что в Субботу они могли пройти только определенный километраж. Предположим, это было бы 1,8 километров. Дальше идти было нельзя, потому что это приводило с их точки зрения к усталости, что была работа и так далее. Люди пытались как-то поклоняться Богу, как они понимали в то время, проявить вопрос святости. Это касался... А ведь в Библии нет подробного расписания, что нужно или нельзя делать. Что такое... Помните, день Субботний, чтобы светить его. Там написано. Не работай, не ты, не раб твой, не сын и так далее, не пришелец в домах твоих. Не работай. Что такое работа? Опять же, люди сегодня задают вопрос. Понятно, в первом веке не работай. Это означало не паси скот. Но с другой стороны, овечка что же кушать хочет? Это живое существо. Водичке ей нужно утром дать. В любом случае, около 7-10 литров. Она просто помрет без воды. Поэтому здесь надо что-то делать. Они как-то все равно заботились об этом. Иисус скажет, разве вы не отвязываете своего вола в день субботний? Ну, соответственно, о чем это говорит? Все необходимое можно делать. Они делали в пятницу, что-то там отвязывали. Где-то запасали для него корм. Все, субботу дверь открыли, условно говоря, в хлеву. Он вышел там во двор, увидел для себя корм. Тут же стоит вода. В общем, он себя сам как бы обслужил. То есть они позаботились. Тут твой ослик упадет в яму, раз ты в субботу его не вытащишь. Спрашивает Иисус. Следовательно, такие моменты были. Что-то экстренное, но не требующее отложение. То есть люди пытались для себя как-то определить границу, что они могут делать, что им нельзя делать. Иисус с этим как бы немножко спорил. Он отмечал, что излишне, получается, строги к себе и к людям. Запрещаем что-то делать. Что, в принципе, Богу это не очень было нужно. Не означает ли слова Христа «суббота для человека», а не «человек для субботы» отмену заповедей о субботе? Ни в коем случае. Тогда почему он так сказал? Речь шла вот именно, ну, конкретно, если говорить, то Иисус с учениками шел, значит, ну, вероятнее всего, из синагоги. Они проголодались, а шли они через поле пшеничное, ученики срывали колосси, кушали, а люди, которые были с ними, с фарисеев, то есть духовная элита их времени, начали их укорять. Что это они в субботу срывают колосси? Это работа. И вот здесь вот как раз по этому поводу Иисус это все и говорит. То есть, ну, а в чем проблема? Ты хочешь кушать? Ну, ты что, ну, взял, там, сорвал 10-20 этих семян, разжевал, ну, хоть что-то голод утолил. Ну, какая это работа, да? Но для людей и их времени, вот, они запретили в том числе и это. И поэтому Иисус и говорит, то есть, вот, отвязанным вале, вот, упавшим животным, другим, и говорит о том, что, как бы, ну, слушайте, не человек для субботы. То есть, не то, чтобы человек должен все себе запретить, ничего абсолютно не делать, и вот эта святость субботнего дня. Нет, суббота для человека. То есть, человек, ну, там, служит другим, помогает животным, да, то есть, своей семье. Вот в чем святость. Почему апостол Павел в послании к Галатам написал, «Дни соблюдаете вы месяцы, времена и годы? Не осуждал ли он верующих за соблюдение субботы?» Если нет, то тогда что именно он имел в виду в этом тексте? Ну, в священном писании, на ветхом, знаете, в частности, есть понятие субботы ваша, да. Ну, под субботами, это, так скажем, под субботой подразумевалось не только седьмой день недели календарный, время богослужения, но и религиозные праздники, предположим. Они были, да, пятнадцатый день какого-то месяца, десятый день какого-то месяца. И в этот день тоже, как в субботу, люди не работали и так далее и тому подобное. Вот весь древний мир, он живет по вот этому сельскохозяйственному календарю, и религиозные праздники, они тоже проходят вот этот самый определенный цикл. И они наблюдают, да, наблюдают сеяние и жатву. Когда сеется зерно, это религиозный праздник. Причем как у язычников, так и у иудеев, а позже и у христиан. Когда время жатвы, опять религиозный праздник, потрясение снопа, предположим. То есть перед Богом первый сноп посвящается Богу, то есть с Него люди не кушают семян. Это целый, ну, такой обряд, ритуал поклонения Богу прежде всего, и благодарность за Его благословение. Поэтому люди наблюдают эти дни. И по поводу некоторых наблюдений апостол Павел, опять же, спорит. Но не по поводу всех. Почему многие христиане соблюдают воскресение, если Христос, апостолы и первые ученики соблюдали субботу? Ну, видите как, воскресение Иисуса Христа из мертвых – это уникальное событие. Это то, что как бы мы называем Евангелием, да. То есть воскресение Христа из мертвых дает возможность людям, ну, как бы верующим получить подобное воскресение. Но и событие это было просто, я не знаю, какой эпитет подобрать. Люди, ну, как бы вообще сначала не поверили, потом увидели воскресшего Иисуса Христа, ученики имеется в виду, да. То есть это наполнило их такой силой Божией для служения, для самоотречения. И христианская церковь позже начала этот день праздновать как самодостаточный день. Первый день недели. По заповеди Иисус оставался в могиле в субботу. В первый день недели Он воскрес, являлся к ученикам. А церковь решила этот день немножко, так скажем, отличить. Поэтому христианская церковь на каком-то этапе субботу праздновала по заповеди, а воскресение как вот в память о воскресении Христа. Но даже тогда празднование было таким разным, да. То есть в воскресении люди работали, в субботу нет. А уже на следующем витке истории, потому что 2000 лет прошло с этого момента, люди сосредоточились исключительно на воскресном дне. Что, на мой взгляд, является нарушением заповеди Божьей. Суббота является каким-то временным установлением или вечным? Настанет ли, скажем так, такое время, когда субботу уже действительно можно будет не соблюдать? Ну смотрите, опять же мы же говорим о субботе как о части Божьего закона. Там есть заповеди, мы уже сказали, не убей, не укради, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого. Но сейчас есть возможность убить, украсть, прелюбодействуй, лжесвидетельствуй. Мы знаем, как это происходит. Это регулярно происходит. А вот если произойдет второе пришествие Иисуса Христа и человек, скажем, воссоединится с Богом, и не будет уже греха, вот тогда не будет греха. И вот тогда, наверное, не будет ни убийства, ни прелюбодеяния, ни лжесвидетельства. То есть все, прошлый мир уйдет. А значит, что-то будет, наверное, законом Божьим, он поменяется как минимум. То есть есть вероятность того, что субботы уже не будет? Исайя говорит о том, что даже в Новом Царстве из суббота в субботу мы будем приходить на поклонение к Богу. То есть я говорю не о том, что ее совсем отменят, сколько, может быть, она будет как-то по-особому встречаться. Что Бог обещает тем, кто соблюдает субботу? Это встреча с Богом, это праздник, это общение с Богом, это как-то вот внутреннее духовное наполнение человека, успокоение его от этого бушующего греха в мире. Как правильно соблюдать субботу сегодня согласно Библии, чтобы не быть, скажем так, фанатичным и при этом не сильно либеральным? И что Богу понравилось? Ну, Богу нравится общаться с человеком, а не с днем. Что касается самого человека, то мы же читаем в заповеди «Не работай, не ты, не раб твой, не сын твой, не слуга твой, не пришелец в доме твое». То есть вот это вот исполняем и все. Но там не написано о том, что нужно ходить в церковь. Как не написано? Там написано «Не работай». Не работай, но где-то человек должен быть. То есть собраться в обществе тех людей, которые тоже в этот день не работают, и провести время с ними, размышляя о Боге. А грех ли субботу проводить одному? Ну, здесь, наверное, мы не встречаем слово «грех», когда ты один. Но мы как бы можем понимать так, что даже в праздник Пасхи, тот самый великий религиозный праздник для Ветхого Завета, люди кушали овечку, в смысле мясо, то есть овечки с семьей. А если человек был одиноким, он должен был присоединиться к чьей-то семье. То есть это такое коллективное действие. Коллективное. Да, и поэтому даже причастие мы принимаем опять же в церковь, то есть коллектив. Только когда человек болен, индивидуально может быть дома. Соответственно, конечно, когда человек остается дома и никуда не ходит, не на служение, ну, как бы мы не говорим о грехе, но мы говорим о том, что человек может духовно слабеть. Перед тем, как закончить наш подкаст, хочу напомнить, что вы можете перейти на наш сайт книга-книг.инфо и пройти увлекательные библейские курсы. Например, курс из 16 уроков под названием «Библейские открытия». Юрий, спасибо за интересную беседу. Все доброго.